Привет, Олечки! Сегодня у нас пятница перед Пасхой. Она называется Кауфрайтаг. В этот день никто не работает. Это день тишины, да? И в этот день распяли Иисуса. И поэтому сегодня даже церкви в колокола не звонят. Вот. Я очень надеюсь, что у меня сегодня будет выходной. Как я его проведу, я еще не знаю. Загадывать не буду. Вчера то, что я видео вот сегодня выложу, да? Сегодня, хотя я не знаю, когда я это видео выложу. Мы еще ездили за симками в Кёльн, потому что здесь в ближайшем городке уже нету. Все раздали. Вот. Ездили в Кёльн. Знаете, мне что приятно, что вот кто приезжает с Украины, да? Они замечают те вещи, которые мы перестали замечать. И они мне, например, там говорят об этом. И получается, знаете, например, с парковки выезжаешь, заплатила за парковку, и там время еще оставшееся есть, да? Я, по-моему, тоже уже об этом говорила. И если кто-то заезжает, и мы отдаем тем, кто заезжает, отдаем эти парковочные талончики, например. Там, потом мне вот с мальчиком ходили в больницу, он говорит. Меня, говорит, это прям вот удивляет, насколько все вежливые, все улыбаются, что вот все такое. Знаете, и меня это немножечко как бы вот возвращает опять к этому, да? То есть я вижу, что действительно это есть, а я к этому привыкла и перестаю это видеть. Короче, к хорошему привыкаешь быстро, и потом уже, естественно, не замечаешь. Ой, ну, значит, для чего-то мне это нужно, чтобы вот общаться с людьми и, наверное, что-то вспомнить, увидеть что-то хорошее вокруг себя еще раз, потому что действительно многое уже не видится. Я варю кашу, а муж ушел гулять с Филюшиком. Так вот разделение, потому что силы идти никуда у меня нету. Вот варю овсянка, правда, там 4 злака. На молоке сливочное масло кладу сразу же. Одну ложку сахара, чуть-чуть соли. И очень вкусненько. Воздушный шар надувают или сдувают, непонятно. Такой вот он огромный. Вот такая красота. И все ждут, когда накачают, и они полетят. Ой, прям на нас вообще. Газ кончился. Я тут занимаюсь клубникой. Рассаживаю вот последнюю. Одна у меня уже вот эта вот есть, которую я вам показывала новую. Слышите эти звуки? Это стригут траву. Это называется хорошая погода. И все стараются быстрее, пока солнышко. Все стараются подстричь. У нас тоже надо стричь. У нас там прям заросло все очень сильно. Сейчас там муж уже начинает перед домом стричь. В общем, вот. Короче, это уже посаженная у меня клубника. Этот сорт я показывала. Сейчас секундочку. Вот покажу. Кто просто в Германии живет, может быть, вы захотите, тоже там интересно вам будет. Вот этот вот. И сейчас покажу еще один, который я сажаю. Так, и вот этот вот сорт. Это вот второй. Эти оба сорта, они плодят до холодов, до заморозков. Так что вот купила тоже. Большие ягоды написаны, красные. Очень надеюсь, и вот они, эти кустики были даже с цветочками. Здесь вот не вижу. Вот, наверное, они уже туда я их посадила. Так, и еще я вот хочу посадить лук. Первый раз. Ни разу такой мелкий лук не сажала. Хочу вот в горшочек его тоже посадить. Посмотрим. Я не помню, показывала я или нет. Вот у меня тут сирень на балконе зацвела. Вот веточки. Правда, их не так много, но все равно пахнет очень вкусно. Лучок я посадила. Не знаю, правильно, неправильно. Посмотрим, что вырастет. Вот сорвала вот сверху, где смогла, чешую, эту кожуру. А остальные оставила. В принципе, они и с ней тоже прорастают хорошо. Пока их оставила. Клубники вот здесь вот рядышком. Потом расставлю по-другому. Но зато растут. И вот. Даже уже, оказывается, я хотела показать. Они, вон, видите, что? Они уже отсвели. И вон, уже ягодки. Посмотрим, что тут вырастет. А это вот мои подсолнухи. И вот так вот взошла рукола. Прям таким слоем густым. Посмотрим, какая она будет на вкус в горшке. Ну и вон, муж подстриг. Как будто бы пропылесосили. Насорим такое ощущение, когда подстригли. Сажу, как будто пропылесосили. А по краям я потом сама уберу. Потому что, чтобы вон там еще цветочки цветут. Тюльпаны, другие цветы. Так что вот ворона все охраняет. Забыла показать вот эту вот клубнику. Которую я в прошлом году срезала только усы. Я вообще просто в шоке. Вы посмотрите, сколько цветочков. И на это, и на это. Это вот я их решила оставить. Думаю, ладно, уж раз перезимовали. А они вот как меня отблагодарили. Столько цветочков. И вот еще один цветочек. Филечка. Как у тебя жизнь? Весь в хлопотах? Скажи вообще, столько еще и дел прибавилось в огороде. Сегодня столько дел сделала. Наконец-то посадила клубнику. Самое главное, что я хотела. С утра съездила. Забрала лекарства из аптеки, которые я забыла собрать в прошлый раз. Потом забрала их. Забрала продукты. Там женщина одна купила. Там есть, ну, она говорит, что у нее есть знакомые, которые хотели бы тоже помочь. Просто у них нет возможности приехать или что-то сделать. Поэтому они, например, оплачивают продукты. То есть она покупает, они эти деньги возвращают. Ну, в общем, кто как может помогают. Я продукты отвезла. Там прям так хорошо. И фарш, и мясо куриное. Там еще что-то. Такой продукт прям классный. Такой набор хороший очень. Она говорит, и она меня очень поблагодарила, что я написала ей, что именно нужно. Она говорит, тогда мне как-то легче сориентироваться. Отвезла продукты, отвезла лекарства, купила себе продукты тоже, потом заехала. И вот позанималась в саду. Так что все. Все мои дела на сегодня. Ну, правда, там не доделала кое-что в саду. Ну, ничего. Потом на неделе как-нибудь потихонечку. Там уже не так важно. Вот. И буду отдыхать. Что-то я прям сильно устала. Уже надо отдыхать. А то чувствую, что надолго мне не хватит. Сейчас вот это воскресенье будет вербное у нас. Да, я всех поздравляю с этим праздником. А в Германии в это воскресенье будет Пасха. Кто празднует католическую Пасху, я вас поздравляю тоже с праздником. В общем, всем желаю всего самого доброго и, главное, крепкого здоровья.